Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Иннопром-2022. Югорская делегация работает на международном форуме в Екатеринбурге. Югра туристическая. Покажем, как тревел-блогеры и журналисты со всей России путешествуют по региону. Национальный рекорд. Расскажем, как югорские медики спасли пациентку с тяжелейшей формой коронавируса. Собака – друг человека. Югорчане за два месяца взяли из приютов 154-ногих. Обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня в Екатеринбурге начала работу международная промышленная выставка Иннопром-2022, в которой традиционно принимает участие делегация Югры. Ее возглавляет Наталья Комарова. Как сообщила глава региона в своем телеграм-канале, в фокусе работы на Иннопроме – развитие межрегиональных отношений. В Екатеринбурге работает и наша съемочная группа. Мой коллега Василий Сысуев выходит на прямую связь со студией. Василий, тебе слово. Добрый вечер в студии. Первый день Иннопрома для нашего региона был насыщен событиями. На площадке работает губернатор Югры Наталья Комарова. Она пообщалась с югорскими производителями на стенде региона. Например, индивидуальный предприниматель из Нижневартовска Александр Ким занимается производством и поставками теплообменников. Многие детали ручной работы. Мы с собой привезли образцы теплообменников, которые мы изготавливаем. Топливозаборники, компоненты, чтобы понятно было все. Коллекторы охлаждающей жидкости. Также занимаются услугами по восстановлению геометрии телесистемы в нефтяной промышленности. Еще один вектор работы губернатора на выставке – это международное сотрудничество. Глава региона провела рабочую встречу с министром экономики Армении. В прошлом году товарооборот между Югрой и Арменией составил почти 6 миллионов долларов. В основном автономный округ импортирует фрукты и овощи, а в Армению поставляет нефть. На полях Инопрома был подписан меморандум об увеличении товарооборота и организации бизнес-миссии. Поздравляем участников с подписанием меморандума. Также сегодня Наталья Комурова встретилась со студентами ЮГУ. Они представили ей свои технологические проекты. Вот что об этом нам рассказал ректор университета Роман Кучин. Ребята поделились своими результатами на сегодняшний день, которые они достигли в исследованиях. У некоторых ребят были уже внедрения в реальные наши территории. В поселке Карым сегодня работает дизель-генератор, который управляет с помощью программного комплекса, с которым работали студенты. Это очень радует. И, конечно, Наталья Комурова стала участником главной сессии Инопрома, на которой выступил председатель правительства России Михаил Мишостин. А на этом у меня пока все новости с Инопрома. Передаю слово в студию. Спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Василий Сысуев. Напомню, делегация ЮГРЫ работает на международной промышленной выставке Инопром 2022 в Екатеринбурге. Об океанариуме, музее природы человека и доме купца узнают во всей стране. ЮГРУ посетили тревел-блогеры и журналисты. Экскурсия по городам проходила шесть дней. За это время гости побывали в Кыгалыме, Сургутском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте. Одной из туристических точек стала Баравая. Частный аэродром, на котором тренируется единственная в стране женская пилотажная группа Барсы. Гостям показали коллекцию самолетов, рассказали истории воздушных судов и то, как транспорт долетел в ЮГРУ. Например, легендарный Дуглас преодолел Атлантический океан, несколько европейских стран и половину России. Отмечу, корреспонденты и фотографы из разных уголков России изучают достопримечательности, а потом пишут о них в своих изданиях. Медиаразведка, так называется проект. Он проходит в разных регионах, в Акасии, Дагестане, Кузбассе. В ЮГРУ журналисты приехали во второй раз. Кстати, по итогам составленного рейтинга за прошлое путешествие, наш регион набрал 9,9 баллов из 10 и стал лидером среди других субъектов. Эксперты учитывали условия проживания, питание, программу и работу гидов. Я смотрю с удивлением, восхищением на тех, кто еще к тому же занимается историей авиации и смело летает на вот этих непростых машинах. Да, тут очень здорово. Как одна из точек на маршруте в регионе, это отличный вариант, это очень интересно. Я с удовольствием буду рекламировать сначала друзьям, а потом напишу статью в журнале и широкому кругу читателей. На самом деле очень здорово, что у нас проходят такие мероприятия, к нам приезжают наши друзья с других регионов. И очень хорошо, что так развивается наша площадка. Хотим, чтобы больше туристов приезжало к нам и все будет здорово. Мы всегда рады видеть гостей у нас на аэродроме, чтобы рассказать о самолетах и обо всем, что у нас происходит. Гребцы со всей игры показали мастерство в управлении национальной лодкой. В нефтьюганском районе подвели итоги 20-го кубка губернатора по гребле на обласах. Международный турнир собрал почти две сотни этноспортсменов. Также в стартах приняли участие представители Сербии и Замбии. Кто стал победителем, расскажем в сюжете. В эти выходные на турбазе сказка, что в 20 минутах езды от нефтьюганска развернулась настоящая водная битва. Ее устроили лучшие гребцы на обласах. За победы по реке Юган в одиночку и парами устремились 165 этноспортсменов. В их числе гости из Сербии и Замбии. У нас, конечно, самые лучшие здесь, самые сильные. Участники стартовали с особым рвением, ведь два предыдущих года из-за пандемии коронавируса кубок губернатора не проводили. В этом году традицию нарушать не пришлось. И 20-й по счету международный турнир, которому присвоен статус национальное событие 2022 года, состоялся. Гонки на областях занимают особое место в жизни югорчан. И это такая очень важная составляющая, то, что мы научились с вами делать в память, в развитие того, что дают коренные народы нашего региона, югре и нашей стране. Спасибо вам всем большое. Соревнования проходят во время традиционного праздника коренных народов Севера – Витхонхатл. Чтобы грибцы прошли испытания благополучно, шаман задабривает водного духа национальными угощениями и подношениями. После этого в воду выпускаются ритуальные стрелы. В этом году по итогам двухдневных заплывов в командном зачете победу одержала команда Сургутского района. В интернациональной парной гонке быстрее всех оказались югорчанин Юрий Казамкин из Нижневартовского района и представитель Сербии Пап Игнац. Поддержать спортсменов съехалось около тысячи зрителей. Они смогли познакомиться с устройством чума и ремеслами Ханты и Манси. Принять участие в состязаниях по национальной спортивной борьбе, а еще полакомиться традиционными блюдами финно-угорских народов. Наталья Акст, Василий Сысуев, окружная телерадиокомпания «Югра», Нефтьюганский район. Пожарные Нижневартовского района рассказали, как спасаются от клещей. В Югре сейчас в самом разгаре пожароопасный зезон. А значит, для тех, кто борется со стихией, время на природе – это не отдых, а ответственная работа. Сейчас в тайге как никогда много дел, которые необходимо выполнить, чтобы не допустить возгораний. К примеру, периодически нужно чистить минерализованные полосы, отделяющие леса от поселков, убирать с них сухие ветки и корни. А значит, опасность для пожарных исходит не только от огня, но и от членистоногих обитателей леса. Самая надежная защита – вакцинация от клещевого энцефалита. Тем, кто привит, по заверениям врачей, бояться нечего. О мерах, которые предпринимают спасатели, чтобы обезопасить свое здоровье, рассказали сотрудники пожарной дружины из деревни Вата. Мы готовимся, делаем прививки от клещевого энцефалита. Я делал в том году прививочку. Ребята, у меня команда, кто есть, все привитые. По лесу мы часто находимся в лесу. Равно, чтобы здоровье сохранить у всех семьи, дети. Ведущие медицинские эксперты страны назвали историю спасения югорчанки национальным рекордом. Полгода назад в окружную столицу Ханты-Мансийска поступила беременная женщина с крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции. По показаниям ей сделали кесарево сечение, ребенка забрала бабушка. Тем временем пневмония начала прогрессировать, и врачам пришлось бороться за жизнь пациентки. У молодой мамы было полное поражение легких. Аппарат ЭВЛ не справлялся, поэтому жизненные функции поддерживали более радикальным методом – ЭКМО. В общей сложности югорчанка провела в больнице 6 месяцев, 4 из них в реанимации. Ей перелили 11 литров эритроцитов примерно от полусотни доноров. Председатель Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт, побывавший в Ханты-Мансийске, назвал этот клинический случай югорчанки национальным рекордом. Сейчас пациентка находится дома, ей предстоит долгий путь реабилитации. Настя говорит, мы дышим, мы дышим. А я помню, так запереживала, заплакала, маме позвонил. У нее тогда 9 февраля как раз день рождения было. Мама говорит, лучший подарок. Через неделю включили от аппарата ЭВЛ. Они подключили меня к кислородную поддержку на носике. Я на них до сих пор нахожусь. За эти 138 дней породнились практически с ней. Были эпизоды и жесткого слова, и были эпизоды и поцелуев. Но чтобы она стремилась и верила, что она все-таки станет, пойдет. Почти треть молодежных коробок добра для жителей Макеевки собрали коголымские активисты. Они живо откликнулись на предложение гуманитарного и добровольческого корпуса Югры и правительства округа. В преддверии Дня молодежи в регионе провели благотворительную акцию. На данный момент югорчане собрали уже больше двух сотен подарков. А из-за того, что отправка помощи отложена до середины июля, коробки продолжают формировать. Какие презенты получат молодежь Макеевки от своих сверстников из Югры, выяснила Наталья Соловева. Журналист всегда готов и репортаж написать, и посылку упаковать. Студентка Анна Жволюк постигает на практике азы сразу нескольких профессий. Свой первый сюжет девушка снимает о том, как в Югре собирают молодежные коробки добра для жителей Макеевки. Это благотворительная акция, в которой мог поучаствовать каждый. Я считаю, они попали в тренд. И это все равно всегда интересно распаковывать, всегда интересно делиться своими комментариями, мнением. Вот, а мне это пригодится, а мне то пригодится. Анна сравнивает коробки добра с модными сейчас в молодежной среде боксами, с канцелярией, сладостями или косметикой. Такие она сама приобретала, будучи школьницей. Студентка считает, что подарок точно порадует какую-нибудь девушку или юношу, которые сейчас находятся в трех тысячах километров от Югры. Всего в Макеевку отправится более двух сотен таких коробок. Их собирала молодежь по всему округу. Знаете, в некоторых муниципалитетах молодежь очень активно откликнулась. Вот, например, молодежная дума Сургута, да, наша, они очень так скооперировались, собрали интересные коробки для молодежи. Ну, Когалым очень активно откликнулся. Вот, они собрали практически 30% от того, что вообще собрано на сегодняшний день в Югре. В Югре много неравнодушных людей. В сборе молодежных коробок добра участвовали целыми предприятиями, даже поселками. Я считаю своим долгом помочь. Если у меня есть возможность, я помогаю. Добро всегда, оно возвращается. Вдвойне возвращается добро. И объясняю это тем, что самому приятно это. И душой, и всем приятно становится, когда ты совершаешь добро людям. Не просто так наш район называется неравнодушным. Жители все очень, ну, болезненно, наверное, относятся к тому, что происходит. И все стараются друг другу помогать. Для организатора факции было важно, чтобы каждый молодой житель Югры передал долю тепла и заботы своему сверстнику из Макеевки. Каждый старался принести именно то, что могло бы порадовать его самого. В коробку мы сложили всякие молодежные штуки, снеггерсы, мамба, чай, сгущёнка, чтобы действительно порадовать людей. Мы собрали и принесли сахар, кофе, чай, крупа. Я не могу представить, как там мои ровесники живут, кушают. Они не могут сделать то, что я могу сделать здесь, в мирном посёлке. Двух одинаковых молодёжных коробок добра не будет. Везде разное наполнение. В основном это всякие полезные вещи и продукты. Причём среди них много таких, которые можно без задней мысли употреблять, только если тебе ещё не исполнилось 30. Также волонтёры подумали про пищу для ума. В некоторых коробочках можно найти книжки, что весьма символично. Это посвящено Сургуту. Когда-то именно молодёжь приезжала строить этот город из Донецкой области. Содержимое для молодёжных коробок добра продолжает поступать и после официального завершения акции. Боксы вместе с другой гуманитарной помощью 15 июля отправятся в Макеевку. Организаторы акции уже подумают над тем, чтобы запустить следующую для ещё более юных жителей Донбасса. Она более адресная будет непосредственно детским садам, которые сейчас тоже переходят на российские стандарты, получают методическую помощь от наших детских садов и учреждений. Ну и, соответственно, в процессе этой работы, взаимодействия увидели сотрудники, что есть недостаток метод материалей в обеспечении канцтоваром. Это вполне объяснимо. И захотелось поддержать. Каждая такая коробка не просто помощь для тех, кто в ней сейчас нуждается. Это своеобразный способ сказать, как бы не было трудно сегодня, всё обязательно будет хорошо. Наталья Соловьёва, Владимир Гайн, за телерадиокомпания «Югра» «Сургут» при поддержке 7 канала «Нефтьюганский район». В Сургутском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба окружной госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель Нивы Шевроле начал выполнять разворот с обочиной и вредался в попутный газ. Владелец легковушки скончался на месте. Ещё одно смертельное ДТП произошло в Нижневартовске. Здесь «Лексус» сбил велосипедиста. По оперативной информации, иномарка двигалась на разрешающий сигнал светофора. Всего же за выходные в Югре зарегистрировали 4 аварии, в которых погибли двое. Ещё 5 человек получили травмы. Кроме того, полицейские задержали 31 водителя в состоянии опьянения. 17 отказались от экспертизы. Ещё 8 сели пьяными за руль не первый раз. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 39 водителей. Правилами перевозки идей пренебрегли 98 человек. Теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Югра – один из лидеров по качеству дорог среди регионов страны. Округ уступает по данному показателю только Москве. Исследования провели эксперты РИА Новости. Так, в российской столице нормативным требованиям отвечают 97,5% магистралей. В Ханты-Мансийском автономном округе цифра чуть ниже – 87%. В пятёрку субъектов с лучшими дорогами также вошли Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область. Хуже всего ситуация в Архангельской области. Здесь нормам соответствуют чуть больше 10% дорог. В Сургуте пройдёт Всероссийский день чтения вслух. Это новый проект фонда «Живая классика». В праздники слова и книги примут участие жители 15 регионов России. Тысячи людей по всей стране будут общаться, узнавать новое об известных писателях и знакомиться с современными авторами. И читать вслух. К мероприятию присоединится и Сургут на одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, певцы и эксперты в области культуры и литературы. Узнать подробности можно на официальном сайте акции деньчтения вслух.рф. Штат Нижневартовской больницы пополнится новыми кадрами. Туда придут работать врачи, окончившие ординатуру по специальностям хирургия, терапия, челюстно-лицевая хирургия, рентгенология и урология. В будущем году больница планирует принять на работу ещё 8 медработников. Главный врач учреждения Алексей Сатинов отметил, что в этом году в конкурсе на целевые места рассмотрели 24 заявления. Напомню, программа гарантирует школьникам бесплатное обучение трудоустройства. Такой же принцип действует и для поступающих в ординатуру. Подготовка к отопительному сезону в условиях импортозамещения. Сургутских котельных летом планируют заменить 13 центробежных насосов на более энергоэффективные агрегаты производства России и Китая. Всего на подготовку самого крупного города региона к отопительному сезону потратят 460 миллионов рублей. По словам тепловиков, сумма выделяемых на эти работы средств год от года значительно не меняется. На эти деньги проводят ремонты и профилактику в котельных. Меняют сети. В этом году, например, обновят трубы общей протяжённостью 9 километров. Стараются по возможности использовать для этого более современный полиэтилен. Заканчивать технологическую часть мы планируем в конце августа, потому что там уже начинается отопительный сезон. Может начаться, потому что вы сами видите, какой климат у нас. Школы, детские сады, соцкульбит обычно запускается раньше. Даже были случаи, когда с 1 сентября мы начинали. Поэтому до 25 августа у нас задача закончить технологическую часть. Восстановление благоустройства у нас до середины октября. Уже под ключ объект будет сдан. Бесплатные консультации ветеринарных врачей, вакцинация от бешенства, знакомство с собаками без хозяев. Всё это составляющее благотворительной акции «Ласковый май, собаку забирай». В минувшие выходные её участники устроили встречу. Четвероногие демонстрировали зрителям выучку, проходя полосу препятствий. С хвостатыми друзьями человека познакомился Антон Войтович. В Югре около 150 собак нашли себе новых хозяев. Зоозащитная акция «Ласковый май, собаку забирай» продолжается уже на протяжении двух месяцев во всех муниципалитетах. А её промежуточные итоги подвели в окружной столице в Международный день собак. На площадке, которую открыли специально для выгула четвероногих, собрались и угорчане, и их питомцы, чтобы продемонстрировать навыки дрессировки. В концепции по обращению с животными в автономном округе закреплено первое, что это формирование гуманного отношения к животным. Об этом говорит и губернатор, да, что наши, все собаки бездомные – это наших рук дело. Ну вот, поэтому нам нужно думать о том вместе, значит, как решать эту проблему. Акция привлекла множество собаководов в Ханты-Мансийске. Испытания пришлось пройти не только четвероногим, бывшим когда-то бездомными или взятыми с приютом, но и выросшими с хозяевами. И первые, как правило, дворняжки ничуть не уступали своим породистым собратьям. Меня зовут Аня, а это моя собака Джек. Джек. Давно вы с ним вместе? Да, мы уже с ним три года, и очень интересный факт – у него сегодня день рождения. Ух ты! Как раз сегодня международный день собак, насколько нам известно, и у Джека день рождения, символично этот день. Как вы познакомились, как он появился у тебя? Он у меня появился, я даже планировала взять собаку себе. Я его взяла с улицы, это дворняжка. Он знает более 50 команд, вот, мы с ним очень много занимаемся. Впрочем, не у всех есть возможность взять питомца к себе домой, но при большом желании помогать братьям нашим меньшим можно и другими способами. Вы можете приходить в приют и взять под опеку какое-либо животное. Животное находится в приюте, но вы можете постоянно навещать это животное, гулять с ним, возить на определенные процедуры. Можете просто приходить на прогулки в субботу-воскресенье в 12 часов. Можете приносить любой форм, крупы. Мы варим животным обязательно. Сегодня в Югре действует 19 приютов для животных. Сейчас они запустили еще акцию «Собаку на дачу». Каждый владелец загородного дома может взять себе на лето питомца, при этом с ним заключать договор на дачный период, по окончании которого он может оставить собаку себе, либо вернуть в приют. Весь этот комплекс мер, уверены организаторы, поможет в итоге значительно снизить количество беспризорных животных в Югре. Антон Войтович, Антон Ракитин, окружная телерадиокомпания «Югра-Ханты-Мансиск». К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Рейшев. Всего доброго.